Что касается кризиса в США, то он носит, конечно, больше политический характер, потому что экономическая ситуация в Штатах гораздо под большим контролем находится раз, и она гораздо более оптимистична по картинке, нежели ситуация в Европе, а уж тем более в России. Я думаю, что кризис для России, конечно, не закончился. Я думаю, что он пиковые свои значения в 2014-2015 году будет набирать, потому что у нас нет сегодня никакого задела. Но экономические процессы должны обязательно получать некий гэп во времени. Для того, чтобы произошло событие, оно должно предваряться почти полутора-двухгодичной давностью какими-то обстоятельствами и подготовкой и предпосылкой. Ничего этого не делать сегодня. Мы не видим сегодня программы правительства, которая позволила бы нам говорить, что в 2015 году в результате действий, которые мы начинаем и форматируем сегодня, в 2015 году получить результат. Мы опять говорим, возможно, ситуация изменится в лучшую сторону, где-то там, и отсюда нас как на прицепе потащит эта ситуация тоже вверх. Но ситуация изменится может в экономическом плане только таким образом, что потребление энергоресурсов будет выглядеть более экономично, существенным образом поменяются рынки, обострится конкуренция за продажу энергоресурсов, и как следствие этого ничего позитивного для России это не ведет. А вот собственную экономическую модель мы так и не начали выстраивать, мы только говорим о ней, потому что прекрасно понимаем, что те люди, от которых это зависит, держат под парами маленький двухмоторный самолет в любой момент, который позволяет им улететь, а люди, которые останутся здесь, они просто не в состоянии в силу того, что у них нет власти для того, чтобы реализовать какие-то перспективные экономические программы. Вот эта вот тупиковая ситуация заставляет меня думать о том, что кризис еще не преодолен, и более того, он будет иметь свое форматирование и формирование в будущем.